Добрый вечер! В прямом эфире студия «Репортер» и я, ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим о такой теме, как Одесский аэропорт. Если с новым терминалом все более-менее понятно, его скоро сдадут в эксплуатацию, то вот по поводу взлетно-посадочной полосы остаются вопросы. Несмотря на то, что губернатор Одесской области Максим Степанов неоднократно заявлял, что в этом году начнутся работы, пока что все это на уровне договоренностей. И в связи с этим мы задаем вопрос нашим телезрителям. Начнут ли в этом году строить взлетно-посадочную полосу? Если вы считаете, что да, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что нет, по номеру 784-80-82. А у нас сегодня в гостях Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, представитель фракции «Доверяй делам». Здравствуйте. Добрый день, Костя. И Ольга Квасницкая, также депутат Одесского городского совета, представитель фракции «Самопомощь». Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Если у наших телезрителей будут вопросы к нашим уважаемым гостям, звоните по номеру прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Олег, давайте начнем с вас. Вчера мэр города Геннадий Труханов сделал заявление, что если не будет начато строительство, скажем так, если оно будет сильно затянуто, то город не будет рассчитывать на средства государственного бюджета и начнет строить полосу за счет привлеченных средств, за счет кредитных денег. Расскажите, о каких сроках идет речь, вот это затягивание, скажем так, сколько терпения у города есть? Ну, смотрите, я хотел бы, наверное, в этой большой теме подойти немножко, ну, скажем так, с исторического ракурса и сказать о том, что Одесский аэропорт, конечно, для Одессы это, ну, одно из ключевых точек. Одесса — это город-порт, это город моряков, это город туристов, это город предпринимателей, и, конечно, в нашем городе значение аэропорта, ну, достаточно высокое. И, конечно, мы, говоря об аэропорту, мы не можем не сказать о тех возможностях, которые, к сожалению, были упущены в тот время, когда страна наша готовилась к Евро-2012, мы понимаем, и наш город имел очень хорошие шансы быть среди городов-участников, которые принимают этот чемпионат, и мы помним, какое огромное количество бюджетных денег выделялось на строительство. Мы сейчас видим и аэропорт во Львове, который был построен, мы понимаем, большие деньги были заинвестированы в Донецкий аэропорт, мы понимаем, что построили в Киеве несколько терминалов, которые сейчас, к сожалению, стоят пустые, скажем так. Но вот из-за позиции руководства города, тогдашнего руководства города, к сожалению, этот шанс был упущен. Теперь нам всем приходится искать возможность, как это сделать. И, наверное, заявление Геннадия Леонидовича, которое прозвучало здесь, оно больше вызвано было вот этой некой такой уже несколько усталостью, да, наверное, что ожидание, усталостью ожидания городу очень нужен этот проект. И мы готовы сделать все возможное для того, чтобы этот проект был реализован. И, наверное, это позвучало как призыв к государству еще раз, в который раз обратить внимание на этот момент и сказать о том, что промедление недопустимо в этом отношении. Если по каким-то причинам, если по каким-то причинам это не случится со стороны города, мы вынуждены будем предпринимать, извините, да, со стороны государства, то город, в свою очередь, будет вынужден предпринять попытки решить этот вопрос самостоятельно. Но я уверен, что и Геннадий Леонидович, и мы все очень надеемся, что тех усилий, которые предпринимает сейчас губернатор, достаточно для того, чтобы все-таки сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки после нескольких лет обещаний. Ну и мне кажется, что губернатор не делал бы таких заявлений, да, потому что, ну, это потеря была бы имиджа, если бы договоренностей реальных не было. Мы все очень надеемся, что удача ему будет сопутствовать в этом отношении. Со своей стороны город делает все возможное для того, чтобы показать, что и области, и город мы работаем вместе по решению экономических вопросов, мы работаем все вместе, как одна команда, у нас нет никаких разногласий. И мы очень бы хотели, чтобы вот проект, может быть, Одесского аэропорта, реконструкции взлетно-посадочной полосы, это был таким мощным сигналом и примером того, как город взаимодействует с областью для решения, ну, действительно, таких знаковых вопросов. Ольга, у меня вопрос к вам. Как вы считаете, ну, вот от форс-мажора никто не застрахован. Скажите, нужно ли строить взлетно-посадочную полосу за привлеченные средства? То есть там речь идет действительно о больших деньгах. То, что называл Максим Степанов, это 2,2 миллиарда, насколько я помню. Нужно ли привлекать такие деньги извне? Моя позиция как юриста будет сейчас звучать. Учитывая, что Кабинетом министра в 2016 году была разработана государственная целевая программа, вот я даже ее с собой в студию взяла, о развитии аэропортов на период до 2023 года, этой программы было предусмотрено, что будет направлена задача государства на то, чтобы создать и развивать единую государственную сеть аэродромов. И вот здесь я хочу остановиться. Есть понятие аэродром, есть понятие аэропорт. И вот мы сейчас говорим с вами о строительстве, и то, что заявил губернатор Одесской области, о строительстве взлетной полосы, посадочной полосы. И это мы рассматриваем через понятие не аэропорт, а аэродром. И вот эти полосы — это государственная собственность. И по этой программе все вот эти, я назову это воздушная инфраструктура аэропорта, даже аэродрома, извините, передаются в государственную собственность. Таким образом, если мы, как территориальная громада, доложим денег, привлечем кредитные средства, на реконструкцию идет речь о строительстве, о строительстве новой полосы, то мы, конечно, с вами в итоге потом не увидим ее, потому что это уйдет в государственную собственность. Конечно же, я соглашусь с коллегой, что развитие инфраструктуры города, инфраструктуры государства — это очень важная задача для каждого Одессита, для каждого города и государства в целом. Но развивая, мы должны также думать о том, все ли порядки у нас в доме, в своем городе. Ведь на сегодняшний день говорить о развитии инфраструктуры, которая должна строиться за счет государственного бюджета, это правильно, это выделяет деньги государственный бюджет, если происходит строительство. Если мы говорим о проблемах инфраструктуры местного значения, то мы понимаем, что нам нужно находить деньги, привлекать, если это нужно, и строить у себя, и развивать инфраструктуру местного значения. Тем более я здесь говорю не как автолюбитель, я здесь говорю как пешеход, потому что шла на выборы, и помню, сколько обращалось ко мне жителей с тем, чтобы мы занимались социальной инфраструктурой, транспортной инфраструктурой, и, конечно же, для привлечения туристов, для того, чтобы город был привлекательным, нам, конечно же, нужно делать акцент, делать на развитии инфраструктуры местного значения. Олег, вот Ольга подняла очень важный вопрос. Действительно, полоса – это государственная собственность, да? Когда город, ну это вопрос исключительно предыдущей мэрии, тем не менее, когда город создавал совместное предприятие с так называемыми инвесторами, речь шла о реконструкции не только терминала, а и взлетно-посадочной полосы. Как так получилось, что город поучаствовал своим имуществом в этом совместном предприятии, да, где лишь четверть остается у города, самое прибыльное коммунальное предприятие, фактически, перешло в частные руки, да? И при этом инвестор даже не мог строить по закону взлетно-посадочную полосу новую. Ну, смотрите, во-первых, я, ну, скажем так, не буду, ну, скажем, разыгрывать здесь какую-то там и кивать головой, что это все там предыдущая власть дела, потому что я лично, как депутат городского совета того созыва, я голосовал за то, чтобы передать аэропорт в новое совместное предприятие. И говорю об этом открыто, потому что в той ситуации, которая сложилась, мы четко видели, ну, скажем так, что это был единственный на тот момент возможность построить, действительно, дать городу в короткие сроки современный новый аэропорт взлетно-посадочную полосу. И, но, понимая и чувствуя, как бы, определенное давление, которое оказывалось тогда и на городской совете, мы понимаем, в какой ситуации тогда приходилось работать, но, тем не менее, мы заложили очень четкие юридические правила и основы, что если этот проект не будет выполнен, то коммунальная собственность вернется назад в город. И благодаря вот этому действительно правильному решению, правильному составлению документов в работе юристов, которые работают в Одесском городском совете, мы выполнили это обязательство. И в связи с тем, что инвестор, который обещал делать, там, кстати, было прописано так, что инвестор строит аэропорт, здание аэровокзала, а обязуется привлечь государственные деньги, там, в такой-то сумме, на строительство взлетно-посадочной полосы. То есть там дилеммы не было. То есть он обязался привлечь государственные деньги, а самому построить вот это здание, и там цифры были указаны. Поэтому я сразу хочу сказать, что этот этап прошел. Мы, к сожалению, еще раз говорю, к сожалению, не получили то, на что рассчитывал город, и современного узла, и взлетно-посадочной полосы этого. Поэтому теперь аэропорт возвращен, опять же, благодаря действиям всех тасков депутатов, которые мы голосовали за то, чтобы вернуть в связи с нарушением договора, вернуть в коммунальную собственность. Теперь это находится у нас. И вопрос я здесь конкретно скажу, что вот то, что говорила Оля. У нас строительство действительно сейчас существует два варианта. Есть программа, где государство по программе развития, государственной программе развития аэродромов может строить там взлетно-посадочную полосу, которая будет полностью находиться в государственной собственности. Это так. Но у нас, у города существует второй вариант. Это реконструкция существующей полосы, которая находится в собственности коммунальной. То есть у нас сейчас есть отведен участок земли под строительство новой. Вот эту программу и государство может уже в любой момент начинать работать. Но также есть и вариант, юридический вариант, привлечение средств городом и инвестиций в коммунальную собственность, которым является сейчас существующая здание, существующая, извините, взлетно-посадочная полоса. Это вот та информация, которой я обладаю. Наверняка специалисты еще ее могут изучить. Но вот это тот вариант, который сейчас стоит перед гором. Либо государство будет строить на выделенной для государственного предприятия, которое мы выделили в земельном участке, новую строительство, а эту будет использовать как рулежку, ну там полосу. Либо, соответственно, нам придется, мы вынуждены будем привлекать средства международных, кредитных. Мы знаем, что есть сейчас условия достаточно льготные, лояльные. Это ни в коем случае не деньги городского бюджета. И Ольга здесь очень правильно говорит, что у нас проблем выше крыши своих хватает, и есть место, куда приложить эти усилия. Но есть четкое понимание, что мировые банки как раз под инфраструктурные проекты готовы выделять деньги с минимальным условием кредитования. Там первые несколько лет вообще без процентов, а следующих лет под 2% годовых и дешевле. То есть это деньги, которые в принципе, даже учитывая емкость финансовую, позволят без особой нагрузки на коммунальную, на бюджет города решить эту инфраструктурную задачу и двигаться. Но повторюсь еще раз, то, о чем мы говорим, нам бы очень хотелось, и мы считаем, что государству под силу решить этот вопрос и реализовать ту программу, которая была написана. Кстати, на эту программу в 2017 году выделено 3 миллиарда гривен. И поэтому, наверное, мы вправе предполагать, так как Одесса, как говорят, может быть, Одесса и не первый город, но уж точно не второй. Поэтому если взлетно-посадочные полосы уже есть в таких городах, как Харьков, Днепропетров, Харьков, Львов, Киев, то в Одессе, наверное, сам Бог велел все-таки наконец закончить этот вопрос и уже начать строительство этой полосы за счет государства, за счет тех налогов, которые город в том числе тоже перечисляет в государственный бюджет. Ольга, у меня вопрос. Вот как юристу к вам именно скажите, возможно ли такой вариант действительно строительства коммунальной взлетно-посадочной полосы, не будет ли потом исков, каких-то проблем в связи с этим? Здесь... Не будет ли ваша фракция голосовать за такой вариант? Возможно, конечно же, если примет решение депутатский корпус и мэр города посчитает, что это целесообразно будет. Но тогда я хочу сказать, что вступит норма, которая в постановлении Кабинета министра уже заложена относительно того, что все мэрежи аэродромов, независимо от формы собственности государственной и коммунальной, будут переданы государственному предприятию Окрин-Инфрампроект на праве полного хозяйственного ведения. Это значит, что коммунальная собственность вот эту полосу потеряет. То есть она перейдет в государственную собственность. Поэтому целесообразность строить за привлеченные либо бюджетные деньги местного бюджета, мне кажется, не совсем правильно. Но здесь, опять же, вы понимаете, говорить правильно, неправильно, это, конечно, легко, наверное, сидя в студии. А когда мы понимаем, что для развития экономического потенциала, туристического потенциала города необходимы меры и средства, то, в общем-то, здесь нужно к этому подойти очень осторожно и профессионально. Для этого, конечно же, существует такой институт, как планирование. Планирование застройки территории, планирование развития инфраструктуры города. И, к сожалению, мы немножечко здесь отстаем от европейских городов, потому что мы видим с вами, как, в общем-то, к планирую мы подходим не совсем системно и, я бы сказала, профессионально. Потому что, если вы посмотрите генеральный план города, то мы увидим, что, в общем-то, запланировано железнодорожный вокзал вынести и оставить только там, это, к примеру, подземные моменты. Но я не буду вдаваться в подробности, потому что не так уж изучала этот вопрос. Но когда мы смотрим на земли аэропорта, которые занимают, в общем-то, больше 600 гектаров, мы понимаем с вами, что там расположены жилые массивы, что это может быть безопасно для тех, кто там рядом расположены живет. Мы не учитываем, что здесь очень важно, существуют проблемы высотности по посадочным полосам и так далее. И это также нужно было бы учитывать при реконструкции строительства вот такого объекта важного для города и возможности, также необходимости вынесения его за границы города. Но об этом, опять же, мы не рассматривали этот вопрос, не обсуждали его, не подходили к этому системно, планово. И, к сожалению, вот поэтому так вот как-то точечно, фрагментально мы решаем те проблемы, которые, конечно же, очень нужны городу. И я вам хочу сказать, что да, эта проблема существует. С 2013 года мы видим, как идут обсуждения и в СМИ, и на телевидении, да, все время как бы эта тема обсуждается. Сейчас одесский губернатор заявил, что в 2017 году обязательно эта программа застартует. Ну, мы видим, что да, действительно, с 2016 года выделены 2,3 миллиарда. Будем надеяться, что государственный бюджет все-таки потратит эти деньги и удастся нашему новому губернатору в Одесской области реализовать задуманное. А нам, одесситам, не придется просить с протянутой рукой, несмотря на то, что, может быть, эти все кредиты для нас интересны с позиции процентной, ставки и так далее. Но, тем не менее, я вообще противник того, чтобы мы жебракувалы. Ну да, у нас, по сути, останутся долги, насколько я понял, да. Даже на плече одесситов. Да, объекты... Объекты... А объекты идет в государственное собственность. Да, хотя, конечно, мы непосредственно заинтересованы в строительстве этого объекта. Конечно, это, безусловно, развитие города, задача каждого из нас. Олег, давайте немножко поговорим о терминале. Да, он фактически готов. Там сейчас идут процедуры приема его в эксплуатацию. Но, тем не менее, он также сдан с огромным опозданием. Скажите, вот почему так получилось, что тут уже никаких отговорок у инвесторов так называемых, опять же, еще раз подчеркну, так называемых, не могло быть. Вот по поводу строительства терминала. Почему такие проволочки случились? Ну, смотрите, позицию по поводу... Мы понимаем четко, что то, что намечали инвесторы, и мы это все понимаем, оно у них не получилось. И, может быть, изначально они не планировали... Да, ту схему, которую они для себя работали, разрабатывали, она не получилась. И в связи с этим, несомненно, эти планы все были нарушены. И мы, город, всегда, еще раз говорим, что для нас как раз причина... Мы внимательно следим за соблюдением этих планов, настаиваем на то, чтобы они были выполнены. И так как они не были выполнены, потребовали растражения договора. Поэтому город здесь вел свою контрольную функцию и соблел все правила и, скажем, защитил интересы громады, как мы считаем, вернув в собственность. Теперь, получается, у нас происходит вот такая... несколько зависшая во времени ситуация, потому что мы, по сути, вернули весь хозяйственный комплекс коммунального предприятия в муниципальную собственность, но новый терминал был построен за средства, которые, скажем так, совместного предприятия. И, по сути, там, де юре, город имеет там только часть, там порядка 25 процентов. Плюс, там, опять же, ситуация с долгами. Ну, финансисты это более точно знают. Но факт в том, что он получается вот в таком состоянии несколько неопределенном. И поэтому, конечно, мы продолжаем сейчас... Он в собственности находится документально... предприятия, инвесторов так называемых. И мы ведем с ними постоянный диалог, постоянно те ресурсы, которые у нас есть, возможности, подталкиваем к тому, чтобы этот терминал заработал. Но диалог получается или опять до судов дойдет? Судя по тому, что терминал, вот как мы, в принципе, планировали и говорили, когда составляли презентацию Евровидения, что к маю месяцу он начнет принимать внутренние рейсы, в принципе, мы видим, что эта возможность существует. Уже ряд рейсов внутренних пошли работать через внутренний терминал. Поэтому частично определенный прогресс в этом есть. Конечно, мы считаем, что его мало. И мы четко понимаем, у нас есть информация, что у нас осталось буквально полгода, где-то от полгода до года для того, чтобы мы смогли обновить сертификат аэропорта для возможности принимать международный рейс. Если этого не будет сделано, то просто Одесский аэропорт перестанет иметь возможность принимать любой международный рейс. А насколько это сложная процедура? Вот что для этого нужно сделать? Я, во-первых, сразу скажу, что я, ну скажем, надо, ну как вы сами понимаете, в процессе сертификации это выполнение ряда параметров, которые, они достаточно объемные, сложные, связанные с безопасностью перелетов, с контролем пассажиров, с возможностями обрабатывать и грузы, и людей одновременно. То есть это целый перечень работ. Но тем не менее мы говорим, что угроза того, что если мы ничего не будем делать, Одесса уже в ближайшее время потеряет статус международного аэропорта, это не шутки. Это как бы такая вещь, которая может стать реальностью, и когда уже мы можем долго будем рассуждать, правильно мы делали, неправильно, к тому мы ли мы апеллировали и то, но если в один прекрасный момент аэропорт у нас, ну скажем, перестанет принимать международные рейсы, это колоссальный удар по имиджу города, по его инвестиционной привлекательности, по его... Как считаете, успеем? Я считаю, смотрите, что мы должны делать все от нас зависящее, чтобы это мы сделали и избежали. И считаю, что если мы будем действовать все сообща, не пытаться думать по политическому принципу, по фракционному, а говорить о том, что если Одессе, если нашему городу это надо, то мы должны найти все возможности, чтобы это сделать. Если, как говорят, нет возможностей идеальных, а есть моменты с минусами, то надо выбрать из этих самых вопросов с минимальным минусом и по нему и пойти. Но бездействовать мы не можем. Вот просто, что у меня есть такое твердое убеждение. Ольга, вы как считаете, успеем? Я считаю, успеем. Тогда у меня еще к вам вопрос по терминалу. По вашему мнению, так называемые инвесторы, опять к ним возвращаясь, давайте назовем уже их фамилии, это господа Кауфман и Грановский, не будут ли пакостить городу в связи с тем конфликтом, который уже длится несколько лет? Моё мнение однозначно, что конфликт, может быть, и был. Сейчас, я так понимаю, что он более-менее уже урегулирован. Я думаю, что будет компромиссный вариант. И я всегда за конструктивное принятие решений. Я не думаю, что так званые инвесторы, они будут идти против также и своих интересов. Ведь вы не забывайте, что у инвестора также всегда присутствует свой личный интерес. Это получение определенной... Добрый вечер! В прямом эфире студия «Репортер» и я, ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим о такой теме, как Одесский аэропорт. Если с новым терминалом все более-менее понятно, его скоро сдадут в эксплуатацию, то вот по поводу взлетно-посадочной полосы остаются вопросы. Несмотря на то, что губернатор Одесской области Максим Степанов неоднократно заявлял, что в этом году начнутся работы, пока что все это на уровне договоренностей. И в связи с этим мы задаем вопрос нашим телезрителям. Начнут ли в этом году строить взлетно-посадочную полосу? Если вы считаете, что да, звоните по номеру 784 80 81. Если считаете, что нет, по номеру 784 80 82. А у нас сегодня в гостях Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, представитель фракции «Доверяю делам». Здравствуйте. Добрый день. И Ольга Квасницкая, также депутат Одесского городского совета, представитель фракции «Самопомощь». Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Если у наших телезрителей будут вопросы к нашим уважаемым гостям, звоните по номеру прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Олег, давайте начнем с вас. Вчера вот мэр города Геннадий Труханов сделал заявление, что если не будет начато строительство, скажем так, если оно будет сильно затянуто, то город не будет рассчитывать на средства государственного бюджета и построит, начнет строить полосу за счет привлеченных средств, за счет кредитных денег. Расскажите, вот о каких сроках в принципе идет речь, вот это вот затягивание, насколько, скажем так, сколько терпения у города есть? Ну, смотрите, я хотел бы, наверное, в этой большой теме подойти немножко, ну, скажем так, с исторического ракурса и сказать о том, что Одесский аэропорт, конечно, для Одессы это, ну, одно из ключевых точек. Одесса — это город-порт, это город моряков, это город туристов, это город предпринимателей. И, конечно, в нашем городе значение аэропорта, ну, достаточно высокое. И, конечно, мы, говоря об аэропорту, мы не можем не сказать о тех возможностях, которые, к сожалению, были упущены в тот время, когда страна наша готовилась к Евро-2012, мы понимаем, и наш город имел очень хорошие шансы быть среди городов-участников, которые принимают этот чемпионат, и мы помним, какое огромное количество бюджетных денег выделялось на строительство. Мы сейчас видим и аэропорт во Львове, который был построен, мы понимаем, большие деньги были заинвестированы в Донецкий аэропорт, мы понимаем, что построили в Киеве несколько терминалов, которые сейчас, к сожалению, стоят пустые, скажем так. Но из-за позиции руководства города, тогдашнего руководства города, в сторону политический момент, мы их отложим в сторону, и те вопросы, которые касаются действительно развития нашего города, касаются без исключения, я твердо скажу, что вопрос развития инфраструктуры касается абсолютно всех жителей Одессы, поэтому здесь у нас противоречий быть не может, и то, что если мы вместе объединим свои усилия, у нас все получится. Поэтому я, наверное, вот 41% буду подключиваться к этому голосованию. Ольга, а позиция объединится? Однозначно. Развитие инфраструктуры города, социальной, транспортной инфраструктуры, это задачи каждого Одессита. Мы любим свой город, мы хотим, чтобы он экономически был выгоден для нас. Мы хотим, чтобы здесь были рабочие места, чтобы сюда приезжали туристы. Для этого необходимо, конечно же, думать о том, как в своем доме все красиво ли в твоем доме. И для этого, конечно же, нам нужны дороги, тротуары, фасады, нам нужны взлетные посадочные полосы. Поэтому здесь однозначно позиция на объединение, на конструктивный разговор и на результат. Спасибо. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо за интересную дискуссию. Спасибо вам. Я напомню, что мы сегодня говорили о судьбе Одесского аэропорта, а точнее о строительстве новой взлетно-посадочной полосы. Работали в прямом эфире. Студию провел Константин Гречан. Всего доброго. Продолжение следует...